Маслянка, вот я иду, покупила червишки, не знаю, иду, Маслянка протягнуть за вашу колодку, за черепи. В воскресенье, 18 февраля, за 10 дней до наступления календарной весны, народ собрался на площади, и не случайно. Дело в том, что 18 февраля Масленица. Время встречать весну и провожать зиму. По крайней мере, так считают все словучане, а также культработники нашего города. Людей собралось много, развлечения традиционные. Давайте пройдем и посмотрим, что было интересного. Недалеко от исполкома юные словучане прыгали, скакали, передавали мячи, в цель пытались попасть. В общем, проводили детско-молодежные масленичные игры. А уже скоро в нас весна, начи квітка в чарівна. Вже недовго до тепла, до Петра і до Павла. Великодин, добрий час, поспішає вже до нас. А сьогодні гайгуне, щиро масляна іде. Гуляй масляна, як треба, не забудемо ми тебе. Тим, хто постарше, собрались около сцены, щоб на хори посмотреть і ряженим артистам із кіноконцертного поаплодіровали. А на сцені в це время колодку делили. Даймо його мені, я його побавлю, та і в мене завтра будемо колодія хрістити. Браві хлопці атакували столб, щоб призы себе достати. І ви знаєте, у них дуже неплохо получалось. Ніудачних попыток ми практично не зафіксували. А у ядреного парня под сцену пытались узнать, а для кого він такі больші аппетитні вареники приготовив. Вареники для угощення женихам. У нас жених буде? Обязательно. Це жених весні чи жених зимы? Це жених нареченний, яких повенчає нас прямо на сцені колодій. Жениха ми дошли достаточно быстро. Он вже з колодкою ходив і йому її на сцені подарили. Це друг жениха. Ось цей колодкою ти будеш невесту гонять? Я думаю, да. Тому що необхідно. Це просто необхідно. Ух ти, яка ярко, подумали ми. Однака, невеста, наверное. Я тільки що знав, що ви невеста, однака. Це прямой ефір, не? Да, прямой. Простите мене, Александр Алексеевич. Слава Богу, не стану женихом. І мене прости, що я отказав тебе і не стану женихом. Поки ми невесту искали, со столба вже почти все сняли. Осталась тільки одна длинна колодка. А, нет, колбаса. А невеста, тим временем, скромно за сценой стояла. Ага, так это тебе ще не замуж не давали? Да. А жениха-то вже видела? Да, видела. Такой нормальный. Да. До следующей зимы. Ну да. Невинне дитя, а жених тем временем з другой девицей за сценой пританцовував, колодкой хвастался. А рядом за всем этим зимушка-зима наблюдала. І на наш коварний вопрос ответила. Когда я уйду? Да, когда вы уйдете. Ну, не бывает этому. Ви знаете, я думаю, що мене так гарно сьогодні проводжаю, що пройдется все-таки мої права вже скласти. Тому всіх славучан зі святом, святом колодія. І я думаю, що зустрінемося у наступному році. Вірніше, у цьому році через 9 месяцев. А ви народитесь знову, як так я розумію? Да, народжусь знову. Так, більше снежка, як можна. Добре, я побажаю. Як сьогодні, як славучани сьогодні будуть мене проводжати, я подумаю. Якщо добре, то обов'язково. Все, це веселье зимі скоро надоело. Вона на сцену вийшла і наїхала на всіх, що рано ви мене проводжаєте, що я еще не ухожу. Публіка з удовольствием наблюдала за всеми происходячими. Особенно порадовалась, коли на сцену вийшли і жених, і невеста. А співати? А співати у нас є кому. Ну, мо дівчата, покажіть всім, як наш Славутич співає. ПОЩЕНИЕ 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 Конечно, после такой аппетитной песни мы пошли искать блины и вареники. Шашлыков немерено, плов есть хот-доги, мак-доги, глинтвейн и другие напитки-вкусняшки, хоть залейся. Пирожки, хачапури, картошка фри. А блинов и вареников нет. Так и не найдя блинов и вареников, мы подошли к Славучанам с вопросом. Так, а блинчики вы покупали здесь или с собой? Мы делали традиции, да? Да, конечно, конечно, традиции, обязательно, тем более вкусные, пожалуйста. Мы сейчас с оператором одну на двоих сидим, давайте. Опа, с икорочкой, тем более, у меня оператор любит икорочку. Приятного, смачного. Дякую, вот видите, блины нашли, но опять же блины производства Славучан. Надеюсь, вкусно. Да, вот нашу вот так. Ммм, с красной игрой. Вы не поверите, сразу вспомнил один фильм. Обалденный. Сейчас оператору дам. На. Икорка красная, и черная. Икорка красная. Икорка красная. О, как рад. Желаем всего хорошего, хорошего настроения, позитивного. И пускай все прощают друг друга. И пускай все любят друг друга. Все. Всего хорошего. А мы вас, да. Спасибо. Люди напомнили, да, и мы вспомнили, что сегодня же прощенное воскресенье. И пошли мы у фото журналиста теленедели Ивкина прощение просить. Как ты вообще относишься к тому, что вот в воскресенье надо прощение просить у людей? Ну, друг друга. Прощение всегда надо просить. А если вот, ну, обидел так, все равно надо? А надо подумать, о кого ты обидел. Вот. И пусть тебя простят. И ты попроси прощения. Ну, не так страшно. Надо просто попросить прощения. Ну, кто говорил? Прости меня так. А заодно и у лучшей молодой журналистки Киевщины попросили прощения. Так, на всякий случай. С будущим нужно дружить. Сегодня прощенное воскресенье. А вы меня прощаете? Ну, прощаю. Сегодня прощаю. Все. Все, прощаю. Да. Давайте. Пока мы за блинами ходили на сцене, все песни хоры спели и жених с невестой общий язык нашли. А вареники били, пухкеньки, кругленьки. Варенички не прості. Вони чарівненьки. Ох, и правда чарівненьки. Лицько, ах, Лицько, покатай меня на колодці. Люба ж ты мені, Люба. Ну, седай, покатай вже. А потом вышел колодій і на зиму-зимушку наїхав. Зимі я це не понравилось. І, кстати, зразу же снег пошел. Не верите? Смотрите. Хорошо, що у фолькгруппи Каліта хороша пісня с рок-наполненням в запасі нашлась. Вона, вроде би, всех і успокоила. А коли ми к пану Каладію внимательно присмотрілись, он нам чем-то святого Валентина напомнил. І задачі у них одинакові. Влюбленних соединять. Я до вас спустився, бо тут святкують веселий край. На добро налаштовую, зло з усіх викорчовую. З вами я витанцовую, бо мені дала доля два крила. Я прийшов на святовесну закликати, зиму проводжати і танок водить. Будем їсти, пити свіли Божі, хвалити на добро і щедрість Бог благословить. Потом прийшла весна, і як-то все легче стало, теплеє, що ли. Дівчина, дівчина, юна весна. Звідки приходить, ніхто не знав. Звідки приходить, ніхто не знав. Дівчина, дівчина, юна весна. А в конце праздника традиційно, вместе со всеми зимніми невзгодами, зожгли чучело масленицей. А вже скоро в нас весна, наче гвістка чарівна. Вже не довго до тезла, до пекра і до панла. Великий годин, добрий час, поспішає вже до нас. А сьогодні гайгуде. А вечером снова пошел снег. Видимо, зима нас обманула. Не собирается она уходить. І вже в інтернете нашли ми фотографії снежних скульптур. Вот це здорово! Вот, чим, оказывается, слабучане на масленице занимались. Кто знает, кто це сделал? Хотим пообщаться? Откликнитесь! Ау! А хорошо б в следующем году конкурс провести на масленицу на лучшую снежную скульптуру. Ну, тут зима должна помочь снегом, конечно. Да і с блинами нужно что-то делать. Хотя слабучане люди догадливые, опытные и понимают, что на масленицу, на центральную площадь нужно всегда со своими блинами ходить. Так оно надежнее. Стих заброшу не на свято, и широко, и богато масляно.